Всем привет! Вы на канале Viva Decor. Сегодня будем делать такую нетипичную для моего канала поделку, не цветы. Как вы знаете, наступающий год будет годом мыши, поэтому мы будем делать не цветы, а домик для мышки. Домик будет в виде куска сыра. В зависимости от вашего желания, вы можете сделать такой домик хоть самого маленького размера и использовать его, например, в качестве елочной игрушки. И самого большого. У меня будет домик достаточно большой. Сейчас вам подробнее все расскажу и покажу. Не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик. В дальнейшем будет тоже достаточно много интересных новогодних видео. Для того, чтобы сделать такой домик, нам понадобится желтый изолон. У меня толщиной 3 мм. Домик достаточно большой, но вы можете использовать также толщиной 2 мм. Ножницы, линейка, желательно побольше, пистолет с горячим клеем и вот такие декоративные веточки. Если у вас к этому времени будут уже натуральные веточки, вы можете использовать их. Чтобы сделать подсветку, вы также можете использовать или вот такой декоративный подсвечник, свечку декоративную на батарейке. Здесь она включается, выключается. такая свечечка. Или же светодиодную гирлянду. Тоже подойдет. Я постараюсь найти такую выкройку в интернете и разместить под этим видео. Но если у меня этого вдруг не получится, то смотрите внимательно. Я достаточно просто объясню, как это сделать без выкройки. Вот такая получается в итоге выкройка. Мы будем ее вот так вот по линиям сгиба заворачивать. Теперь осталось эту выкройку сложить, чтобы у нас получился такой большой кусок сверок. И склеить по бокам. И самое легкое. Сейчас покажу варианты дырочек. Их можно нарисовать. Если у кого-то есть дырокол, можно аккуратно сделать дырки разного размера. Но этот дырокол тоже должны быть разные. А можно сделать, в принципе, в сыре дырки разного размера. Они не все равномерные. Можно элементарно вырезать их ножницами. Сейчас мы это и сделаем. Берем изолон. Складываем его в произвольном порядке. Делаем складочку. Мы будем делать много таких складочек. Вот вообще не важно где. Главное, чтобы вам было удобнее. Так. И делаем. Сейчас показываю еще раз. Вот так вот складочка. И вырезаем кружок. Более круглый, более овальный. Тоже не сильно имеет значение. Итак, первая дырка в сыре готова. Вот, пожалуйста. Теперь делаем следующую. Точно так же, немножко на другом расстоянии. Защипываем изолон. И вырезаем, например, дырочку поменьше. Поменьше. Если у вас будет меньше материал, вам будет это сделать все гораздо проще. тоже поменьше дырочка. То же самое сделаем здесь. Защипываем. И вырезаем, например, побольше. Вот такую. Так. Ну, и то же самое мы делаем по всей-всей длине нашей заготовки. С первой частью я справилась. Если вам не понравится размер каких-то тырочек или вид, вы можете все это исправить. Точно так же сложить аккуратнее. Или больше подрезать. Или еще раз сделать в этом же месте подрез. Ну, в принципе, это сыр. И поэтому, я думаю, ювелирность этих отверстий как бы не настолько важна. Так даже более правдоподобнее. Итак, я продолжаю резать дальше. Смотрим, какой будет результат. Ну, все. Я, пожалуй, останавливаюсь на вот таком варианте. И теперь начинаем его складывать и приклеивать. Да, еще такой нюанс. Обратите внимание, я расчерчивала эти все фигуры с одной стороны и не сильно давила при этом на изолон. То есть, если вы будете собирать и сделаете внешнюю сторону именно там, где чертили, у вас будет эти полости будут видны. В принципе, я бы не сказала, что они будут портить этот кусок сыра. Но так. А если вы возьмете и эту сторону сделаете внутренней и перевернете другой стороной, то на вашем кусте сыра не останется даже никаких полосок. Я, наверное, так и сделаю. И еще один маленький момент. Вот мой мышонок, который будет жить в этом домике. У меня не стояло в задаче делать еще и мышь своими руками. Просто пришла в голову идея такого домика. Поэтому мышка такая вот мягкая и поскольку это домик, у нее должен быть вход в этот домик. Поэтому сейчас я с одной боковой стороны вырежу еще дверцу сразу и после этого уже склеиваю. Я думаю, вход для мышки в домик будет где-то посередине, вот здесь. И поэтому здесь я сейчас вырежу еще одно отверстие. Упс! Клеить я бы рекомендовала начинать с этой стороны. То есть склеить вот это сначала. Наносим с одной стороны клей вот здесь и приклеиваем. Нужно постараться это сделать аккуратно. Такой важный момент достаточно. вот мы приклеили уже с трех сторон все. У нас уже вырисовывается вот такой домик. Осталось только такой вот. Если посмотреть с этой стороны, я думаю, может, будет довольна. И теперь осталось сложить и подклеить это все вот аккуратненько сзади. Чтобы приклеить аккуратнее, нужно наносить клей на вот эту вот часть, на ребро основания домика. И уже туда прикладывать его стены. часть с этой стороны я уже подклеила. Теперь берем закрываем эту часть наносим клей. Сюда можно нанести всего в нескольких местах. Вдруг потом придут еще какие-то интересные идеи в голову по использованию или оформлению этого домика, чтобы можно было аккуратно открепить. Наш домик практически готов. Так он выглядит. Для того, чтобы он был еще немного интереснее, и правдоподобнее сейчас приклеим дверцу и немножко, поскольку поделка новогодняя, украсим к Новому Году. Так уже наша дверь на месте и украшаем домик к Новому Году. Я буду использовать веточка искусственной елки, но ветка слишком большая, я отрезала от нее кусочки и буду приклеивать вот так вот вокруг проема двери. Наношу немножко клея буквально в нескольких местах я думаю будет достаточно. И приклеиваем. Еще есть такие шишки очень маленькие, которые очень кстати здесь будут. Сейчас я приклею несколько штук. украшаем гирлянду. Ну что же и достаточно. Ну в общем у кого какой есть декор, какая фантазия, такой вы можете сделать украшение для этого домика или вообще не делать. Всем кому понравилась такая идея для новогодней поделки, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на канал и жать колокольчик, чтобы не потеряться. Сейчас приступаем к созданию выкройки. Это будет выкройка маленького размера. Вы потом будете делать по такому же принципу выкройки такого размера, как вам необходимо. В первую очередь я беру лист картона или какого-то плотного материала и вырезаю из него треугольник. Я буду вырезать маленький треугольник, например, размером 5х10, то есть основание 5х10 и высота треугольника 10х10. Для того, чтобы он получился ровный, нужно отмерить половину основания, затем провести линию вверх 10 см. 4х10 чтобы он был ровный и теперь соединить высоту этого треугольника с его основанием. Вот такой получился треугольник. сейчас я его вырежу и буду использовать для создания уже непосредственно самого домика. Теперь я прикладываю выкройку этот треугольник к центру листа и обвожу его со всех сторон. это будет центральная фигура для нашей выкройки. Итак, вот центральная часть. Дальше я сделала немножко неровно, но вы старайтесь все делать ровненько, я просто это показываю как образец. Будет центральная часть выкройки, которая состоит из одного такого треугольника. Основание треугольника должно быть два раза меньше, чем его стороны. То есть здесь 5 см, и 10 см. Если вам нужно больше, делайте основание 10 см и сторона 20 см. Или любой другой размер. Теперь вы берете этот треугольник и прикладываете к этой стороне вот так и чертите основание и продлеваете дальше. Только один нюанс. Здесь нам нужно начертить прямоугольник. треугольник. Поэтому сейчас мы берем этот треугольник, переворачиваем и прикладываем этой стороной уже сюда, чтобы совпадало еще раз. Верхушка треугольника вниз, основание вверх. И чертим такую линию. И основание соответственно тоже прогреваем. так видите, теперь у нас здесь две фигуры треугольник и сделали точно такой прямоугольник. В эту сторону мы тоже будем делать прямоугольник. Еще раз. Вот центральная фигура треугольник. Теперь мы ее прикладываем точно так же только в левую сторону. Прикладываем и обрисовываем основание. Теперь вот мы обвели треугольник и делаем все то же самое. Переворачиваем его вершиной вниз и эту вершину добавляем уже к этому концу основания. Так. И точно так же обводим его. Сейчас получилась такая конструкция. Теперь нужно нарисовать еще один треугольник. Например, с этой стороны. Теперь прикладываю треугольник с этой стороны и делаю все то же самое. Продлеваю сюда основание и очерчиваю треугольник. Конструкцию было легче собрать. Мы дорисовываем небольшие дополнения для именно уже сборки для сгиба фигуры. Здесь поменьше. Я это делаю произвольно. Возле треугольника короткие, возле прямоугольников длинные. если кому-то этот чертеж показался неудобным и непонятным и мое объяснение, я вам могу еще рекомендовать посмотреть в интернете забить выкройка коробки для торта и там вы сможете найти аналогичные выкройки и распечатать их уже соответственно на принтере и масштабировать. А кому-то возможно наоборот этот способ покажется легче и понятнее. из-за от до 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 до